Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим крайне зрелищный бой на СТБ-1. Советую досмотреть данное сражение до конца, потому что действительно оно очень увлекательное и, ко всему прочему, еще и непредсказуемое. Действительно, игроку пришлось очень сложно тащить данный бой. А вытащил ли он его? Узнаем по ходу данного сражения. И, кстати, вы можете выиграть золото. Для этого все же. Прокомментируйте видео после просмотра, конечно же. И в комментарии не забудьте указать свой игровой ник. Тем самым вы можете выиграть золото. Кстати, теперь голда приходит напрямую прямо в подарки. Возможно, кому-то это будет даже удобнее. И не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Также заходите на сайт Vodhub. Это отличное место, где можно уже сейчас открывать разнообразные коробки и выигрывать премтанки. При этом стоимость коробки даже ниже, чем у Wargaming. Всего 59 рублей. А шанс выиграть очень хорошие премтанки. Так что заходи и используй мой промокод Maracassi при пополнении. Это даст тебе дополнительный бонус. Что, конечно же, увеличит твои шансы на выигрыш. Кроме того, можно зайти в раздел бонусов на данном сайте и попробовать выиграть совершенно бесплатно разнообразные призы. И, друзья, уже стало известно, что танк за марафон с вероятностью 70% будет Altpro Timex 30. Я, в принципе, уже об этом говорил, но в этом видео данная информация понадобится. И данный танк можно будет вычеркнуть, так скажем, из списка тех машин, которые я буду обсуждать. Ну, в принципе, выбор, конечно, у Wargaming странный, если это действительно этот танк будет. Потому что, ну, танк, скажем так, довольно-таки обычный. Хотя характеристики его неплохие на самом деле, но выглядит слишком как-то простенько. То есть, может быть, не привлечет внимания. Все-таки основная цель марафона, ну, помимо заработка, это, конечно, заработка для Wargaming. Конечно, это же повысить еще и онлайн. И, друзья, события продолжаются, счастливая карта. И многие данные события хватит, так как можно совершенно, ну, почти бесплатно, ладно, окей, за серебро, короче, купить некоторые премтанки. Да, они, конечно, не будут суперкрутыми, но, тем не менее, на них можно будет реально фармить в рандоме. Например, ИС-2М, это премтанк седьмого уровня. Конечно, Колымага, ну, не мечта, так скажем, статиста, но, тем не менее, все-таки неплохой танк для фарма серебра, особенно на начальном уровне. Кроме того, есть и другие там танки. Тип-62, например, можно выиграть там Леда Стрвэху шестого уровня. В общем, подумайте, может быть, стоит хотя бы разок попробовать, если, по крайней мере, вы хотите за серебро купить премтанк. Такие вот дела. И, конечно, основным событием, которое сейчас все ждут, это будет награждение ветеранов игры World of Tanks. И, кстати, оно будет уже совсем скоро, 25-го, предположительно, ноября, может быть, плюс-минус несколько дней. И нам, конечно же, выдадут заслуженную награду. Какая все-таки будет награда? Это, вероятнее всего, это премтанк шестого уровня, ВК-2801. Ну, других вариантов не очень-то и много, на самом-то деле, потому что... Ну, а каким еще танком может стать подарок? Этот танк самый вероятный, 100%, я не знаю, но практически из всех источников Но, как говорится, что именно этот танк станет подарком для всех игроков World of Tanks, которые зарегистрировались давно. При этом, как я понял, никаких других критериев больше не потребуется. То есть, просто, если ты давно зарегался, даже если не играл, ты просто заходишь и получаешь прям танк шестого уровня, а также в довесок еще и боны, около, например, трех до пяти тысяч бон, а также серебро, около пяти миллионов серебра. А также всякие другие приблуды, там, может быть, камуфляжи, как всегда, там какой-нибудь, может быть, 3D-камуфляжик для данного танка. Но что же нас будет еще ждать в дальнейшем? Я думаю, ни для кого не секрет, что основное время, когда действительно можно раскошелиться и что-то приобрести, это Новый год. Потому что именно в это время мы можем получить возможность купить годные новогодние коробки. По крайней мере, Wargaming пока что держит марку и уже много, во всем они обсираются, от A до A, но, тем не менее, соответственно, все-таки вот в коробках все более-менее нормально. Ну, оно и понятно, для них это доход, а тут они, конечно, не хотят обсираться, потому что, собственно, не хотят портить себе доход, что очевидно. Соответственно, сегодня мы поговорим о премтанках, которые будут в этих коробках новогодних. И, кстати, если вы поддержите данное видео лайком, то, я думаю, буду разыгрывать данные коробки прямо у себя на канале. При этом, возможно, даже под каждым видео. Напишите в комментариях, как вам идея. Первым танком, который я бы добавил в новогодние коробки, является WZ-113-2. Да, на самом деле, вот если посмотреть все танки, которые, ну, выходили на супертесте за последнее время, много китайцев. Вот второй из них, это WZ-114. Что-то я сомневаюсь, что разработчики сразу два премтанка засунут в новогодние коробки. Ну, может быть и такое, потому что Wargaming сейчас пытается продвигаться на китайском регионе, но мне кажется, что только один из этих танков появится в новогодних коробках, потому что два, наверное, излишек будет. Ни для кого не секрет, что теперь у нас в игре будут прям танки девятого уровня. Значит, можно, ну, довольно-таки эффективно фармить серебро. Ну, и данные танки вот есть тут в большом количестве. Ну, среди тех, которые тестировались, например, Объект 590, танк с системой дозарядки, я думаю, может вызвать фурор и действительно подтолкнуть людей к покупке коробок. Новый год все-таки будут многие дарить там друзьям подарки и для себе любимым. И вот один из таких танков, который тоже очень хорошо подходит под новогодние коробки, это Калибан. Потому что танк, ну, просто история хайпа, так скажем, потому что фугасница с барабаном, все, что нужно. Так что я данный танк, ну, очень, вероятно, вижу в коробках. Следующим танком, это у нас восьмой уровень, Бофорт Снторн Вагн. Наверное, кто-то спросит, а зачем вообще добавлять премтанки восьмого уровня? Это же прошлый век, теперь будущее за премтанками девятого уровня. Я не только и буду добавляться в новогодние коробки. Ну, я так не считаю, потому что, ну, кому-то, может быть, актуальнее. Восьмые уровни, кому-то хайповые. Девятки вообще только пока что один премтанк девятого уровня. Понятно, в коробках, я думаю, еще добавят. Бофорт Снторн Вагн. В принципе, неплохой вариант. А вот среди девяток еще интересный вариант, это Кобра. Ну, танк, на самом деле, довольно любопытный тем, что тут у нас тоже хэш-фугасики имеются на дополнительных снарядах. То есть, 515 урона, там, 210 пробития. Ну, есть и основные обычные снаряды с пробитием 268 и с альфой 360. То есть, тоже такой вариант любопытный. И кому-то из коробочки выпадет премтанк. При этом, конечно, ну, стоит понимать, что это настоящие премтанки девятого уровня. То есть, это не акционные. Это премтанки, которые будут фармить. Ну, прям, как в прошлый раз, ну, когда был марафон на девятку, нам же дали полноценный премтанк девятого уровня. Так вот, эти танки будут такими же. Следующий танк, это Лорейн 50 тонн. Французский, довольно-таки хороший танк. Как я считаю, потому что это очень быстрая машина, при этом бронированная, потому что это лоб башни 250 миллиметров, 90 миллиметров корпус. Интересный вариант. А вот еще один вариант, совершенно свежий. АМБТ. Премтанк восьмого уровня. Но тут, правда, стоит отметить, что он вышел не так давно. До Нового года уже остается, ну, до новогодних, по крайней мере, акций остается совсем уже мало, там, ну, чуть больше недели. И, соответственно, ну, успеют и для разработчиков его дотестировать. Может быть, как бы, в скором порядке прямо его там добавляют. То есть, немножечко могут не дотестировать, что может привести к имбовости данного танка. И еще один вариант девятого уровня, Ка-91-2. Тут еще стоит отметить, что какие-то из этих танков, может быть, один-два, пойдут в другое событие, соответственно, в боевой пропуск, где там за жетоном тоже можно будет в следующем году покупать, соответственно, некоторые премтанки девятого уровня. Вот такой вот список, друзья. И что вы думаете по этому? Напишите в комментариях. Кстати, заходите на сайт Водхаб, если вы ждете коробок, но не можете дождаться, может быть, стоит попробовать коробки от Водхаба. К тому же они недорогие, несколько коробочек, и, может быть, даже будет ваш какой-нибудь премтанк. И, используя мой промокод, на данном сайте вы получаете хороший бонус при пополнении. Будем ждать, друзья, новогодних коробок. Мне кажется, это будет бомба. Ну, по крайней мере, на этой имеется некоторая надежда. И все-таки, я надеюсь, Wargaming в этом компоненте не обкуконится. Ну, в общем, ждем. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok